Итак, снежный шторм с русской равнины уйдёт в Сибирь. В четверг в эпицентре непогоды оказался юго-восток Европейской России. Из-за метели гололедицы на время ограничили движение автобусов по части трассы, соединяющей Ставрополь, Астрахани и Лесну, и ещё двум автодорогам. В условиях плохой видимости и на скользком покрытии аварии происходили буквально на каждом шагу. Автор этого ролика снял три ДТП на отрезке всего в 200 метров. На юге сказалось влияние ныряющего циклона на неделе промчавшегося по русское равнение. Вначале вихрь смещался со скоростью 80 км в час. Затем воздушные массы в его области остыли, и циклон затормозился. Но на подходе к Средней Азии субтропическое тепло обострило температурные контрасты. Вихрь ускорился до 70 км в час и сейчас обрушился на Алтай. Этот регион нынешней зимой и без того пострадал от снежных буранов. Сугробы в городах существенно выше нормы, но в течение пятницы они вырастут еще более чем на 10 сантиметров. Так что в Барнауле слой снега превысит 70 сантиметров, в Бийске приблизится к метру. Ненастья на Алтае окажется непродолжительным. В Барнауле за сутки выпадет две трети месячной нормы осадков, а столбики термометров поднимутся до минус одного. Выходные погода наладится, но резко похолодает. После полудня минус 10-12. А в начале следующей недели ожидается вторжение нового циклона. Так что вновь снегопады и повышение температуры. Этот вихрь еще только появился на метеорологических картах России. Но он будет смещаться по более привычной траектории. Практически строго с запада на восток. Да и скорость его, как большинство циклонов, не более 40 км в час. В начале это вторжение откроет дорогу атлантическому теплу на русскую равнину. Уже сегодня к вечеру столбики термометров в столице поднимутся до нулевой отметки. В субботу пик потепления после полудня до плюс трех. В воскресенье и понедельник оттепили немного сбавят обороты. И лишь во вторник подморозят до минус одного. Но это на три градуса выше нормы. В грамме премьера 8.30 в субботу. У меня на этом все. О том, какая погода будет сегодня в городах России, сразу далее. До свидания.